приветствую всех на канале есть поесть и сегодня приготовлю мясо с подливой оно получается очень нежным буквально тающим во рту с насыщенным вкусом и сливочной ноткой на мой взгляд это блюдо очень самодостаточная настолько что я даже не добавляю никаких специй но вы конечно при желании можете добавить а список ингредиентов смотрите под видео и так сковороду или в кастрюлю с невысокими бортиками кладу говядину резаную достаточно крупно у меня кусочки со сторонами примерно полтора два сантиметра добавляю воду кладу лук я его режу средними кусочками не очень крупно чтобы к концу варки он буквально растворился но можно порезать и покрупнее например толстыми полукольцами сюда же кладу морковь тертую на крупной терке далее накрою крышкой и буду варить на очень медленном огне минут 45 отмечу что содержимое должно не тушиться а именно вариться при слабом кипении после этого добавляю кусочек сливочного масла томатную пасту концентрированную чеснок который я просто мелко режу и по одной чайной ложке с небольшой горочкой соли и сахара но разумеется соль кладите по вкусу затем размешаю накрою крышкой и буду варить до готовности в данном случае это часа полтора но конечно же все зависит от мяса может потребоваться и больше времени поэтому ориентируйтесь сами когда мясо будет готово остается добавить резаные петрушку и укроп размешаю накрою крышкой отключу нагрев и дам постоять минут пять затем можно подавать отмечу что если вы хотите больше подливы следите за количеством жидкости во время варки при необходимости подлейте воду лучше конечно это сделать не позже середины приготовления посмотрите каким мягким получается мясо нож легко входит к тому же она без проблем разбирается на волокна такое мясо подойдет к любому гарниру да и просто с хлебом это очень вкусно подобным образом конечно можно приготовить любое мясо корректируя время приготовления но все-таки я считаю особенно вкусной получается говядина если вам понравился этот рецепт не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий смотрите на канале также и другие не менее вкусные и простые рецепты подписывайтесь на канал есть поесть и жмите колокольчик чтобы не пропустить выход новых видео а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео